Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Напоминаю вам, что следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. И не только за событиями следим, но и отмечаем вместе праздники. И не только отмечаем праздники, но и стараемся, чтобы эти праздники прошли на самом высоком уровне. Чтобы мы были не только счастливы, но чтобы и мы, и вы все были здоровы. Поговорим сегодня о профилактике. Профилактике чего? Вы узнаете чуть позже у нас в гостях заведующий травматологическим отделением стационарного отделения номер 2 Люберецкой областной больницы, врач-травматолог, ортопед в высшей категории Владимир Клименко. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Владимир, вот Новый год, новогодние праздники, фактически некоторые с 1 декабря берут отпуск и на целый месяц куда-то уезжают. Значит, кто-то празднует в соответствии с государственным праздником. У нас в этом году, вернее, в этом переходе с 2019 на 2020 год, получается так, что у нас мало того, что очень длинные каникулы, и все равно до праздников 2 дня, потом после праздников 2 дня и опять выходные. В общем, сплошной отдых. И тут, как вы понимаете, без слова травматология, как ни крути, никуда не денешься. Вот скажите, это правда, что во время праздников любых, весенних, зимних, осенних, все-таки увеличивается число обращений к травматологам? Ну, число обращений в основном увеличится в зимние праздники, потому что на летних праздниках народы с ним стараются из города выехать. И там мягко падать, да? Ну, и там более мягко падать, нет льда, снега. А зимой, конечно, когда народ выходит на улицу, особенно после праздничного стола, внимание и осторожность снижается, хочется погулять, и все, и часто бывают травмы, связанные именно с неосторожностью. Потому что всегда нужно думать о том, что на улице это не дома. Улица не дом наш. Вот вы как травматолог, правда, что улица вообще враг наш? Потому что любое, ну, в каком смысле движение, да? Потому что, если опять же зима, темнеет очень рано, не везде работают фонари, да? Да, любая выемка, где-то кто-то люк, да? Ну, очень много разных историй мы слышим, мы знаем. Улица нас особенно там не ждет, особенно в таком, ну, прямо говоря, нетрезвом состоянии. Чего ж там греха таить? Но все равно же в человеке работает какой-то баланс, какое-то равновесие, если он не совсем уж там пьян до какого-то посинения. Нет, ну, это зависит очень сильно от того, насколько человек тренирован. Если он постоянно занимается каким-то минимальным видом спорта, ну, назовем это скорее физкультурой, то есть развивает свою координацию, то, конечно, при каких-то стрессовых ситуациях именно по травматологии, каких-то травмах он более адаптирован, лучше может сгруппироваться, чтобы получать меньше травм. То есть, когда человек начинает падать, не надо стараться не упасть. Потому что это получится только больше вред, потому что мы, когда стараемся не упасть, мы фиксируем суставы, мышцы, и они становятся ригидны, то есть не растягивают. Нужно как учат, это в основном учат падать, и в спорте, в борьбе. То есть нужно использовать силу падения для того, чтобы себя самортизировать. Это как? Объясните. Вот человек падает. Возьмем так, трезвый человек подскользнулся и падает. Это может случиться. То есть подскользнулся и падает, падает на спину. В первый момент что он должен сделать? Он должен постараться максимально согнуться. Согнуться куда? Вперед. Вперед, чтобы головой не ударился. Пригнать голову вперед и постараться в момент падения как бы чуть-чуть присесть, чтобы уменьшить высоту падения. То есть получается, когда он падает, не получится прямой удар холостовой, как он падал, а получится как бы перекатывание. А как человек сообразить в эти доли секунды? Мы даже, видите, мы сейчас не говорим про нетрезвого, а про нормального человека. Потому что люди падают, по-разному происходит это. Вот как организм свой к этому подготовить? Какие-то упражнения специальные есть? Ну, в принципе, этому готовят с детства, кто занимался именно такими. А если не занимался? Если не занимался, то есть хотя бы простейшие упражнения, простейшая физкультура, приседания, все это, все стимулирует координацию. То есть важно понимать нашим зрителям, что мышцы должны работать. Они на то и существуют, что они нам помогут в этой стрессовой ситуации даже без полного, скажем так, включения нашего мозга сами по себе. А мозг не успеет включиться, если нет наработанных движений. То есть это должно быть на рефлексе. То есть если человек привык... То есть эта команда идет... Это идет на более низком уровне, это от спинного мозга практически. Человек, если привык приседать, наклоняться, это все. То есть при изменении положения начинают работать уже рефлексы. То есть он это делает на рефлексах. Поэтому если мы будем думать в момент падения, как нам упасть, ничего не получится. Но в любом случае, в первый момент, вы должны знать, что нужно сократить высоту падения. И постараться падать не на спину или ровно вперед, а на бок. И получил, чтобы не было моментального удара. То есть мы должны падение превратить в перекатывание. Вы сейчас рассказываете, у меня прямо такое ощущение, что я падаю. Вот что значит это на себе прочувствовать. Такой вопрос. И все-таки вот если человек падает, ведь много инстинктов же у нас еще. Хочется рукой. А рука, значит, если ты пытаешься облокотиться, да? Ну, условно, ты можешь руку сломать. Если вся нагрузка перейдет на руку, то, конечно, скорее всего, она травмируется. Нельзя жестко блокировать свое падение. То есть нельзя падать на прямую руку. То есть она должна сработать как амортизатор, а не как упор. То есть если падать на вытянутую руку, то прямой удар идет, и, конечно, что-то сломается. Еще очень сильно, конечно, зависит от того, насколько человек тонирован, и от его возраста. Потому что то, что позволяет себе человек в молодом возрасте, и дети. Ну да, дети падают-то постоянно, у них все как бы хорошо. Ну, они тоже, слава богу, иногда недостатка ломаются, но у них все это легче проходит. Вот. А тут нужно понимать, что нужно себя просто беречь. Потому что я так понимаю, что вот есть, к сожалению, такие, ну, казалось бы, заболевания, которые там, воспаление легких или еще что-то. И плюс вот травмы, которые иногда в зрелом, в очень зрелом возрасте могут вплоть до летального исхода привести. Но они как бы являются спусковым механизмом остальных болезней. Потому что любая травма – это стресс для организма. И когда организм уже работает в таком неустойчивом состоянии, как весы. То есть любая маленькая гирька в одну сторону приводит к нехорошим вещам. Ну и в первую очередь нужно понимать людям в зрелом возрасте, что нужно слушать наше МЧС. Сейчас у нас передают по телевизору, смски приходят, сообщения везде. Иногда нужно сидеть дома. Иногда нужно сидеть дома. Если вдруг резкая перемена погоды, не дай бог там ледяной дождь, резкий гололед, резкий снег, наверное, даже если в этот день нужно пойти в поликлинику, лучше ренести. Гигантское количество случаев, когда зрелые люди пошли в поликлинику и потом падают. Ну хорошо. Это касается зрелых людей. Мы выяснили, что вообще для человека хорошо заниматься каким-то спортом, хоть какой-то физкультурой для того, чтобы тело свое чувствовало. В тонусе. Вот, кстати, это такой важный момент. Проблемы, в том числе любые, связанные с... Ну, бывают чрезвычайные ситуации, их никто не отменял. Но правильно ли я понимаю, что сегодня человек стал, вот как вы говорите, да, на машине на работу, с работы на машине домой, что тело настолько нетренированное, что оно хрупкое становится. Причем я сейчас говорю о людях 30-40 лет, когда вроде бы, казалось бы, все должно работать. Почему это происходит? Это что? Наши кости, наш весь... весь костный плюс мышцы, они должны работать хоть какое-то движение? Сколько движения нужно, чтобы это все работало? Ну, по мировым правилам считается, если по фитнес-браслетам, минимум в день нужно проходить 10 тысяч шагов. Это хотя бы... Это повоз, это минимальная нагрузка. Быстрым шагом или медленно? Просто хотя бы движение. А я где-то слышал, что вот ходить это не надо. Нет, ходить нужно. Только нужно понимать, если есть заболевания, связанные с суставами, уже дегенеративные, большие длительные нагрузки, они не будут полезны. Ну, вот человеку 30-40 лет, мы понимаем, что сейчас всякие болезни приходят в этом возрасте, и 10 тысяч шагов, о которых вы говорите, они не всегда понимают, что вычитав в интернете что-либо, надо идти сразу делать. Правильно ли я понимаю, что если человек действительно решил заняться здоровым образом жизни, услышал нас с вами сегодня, что нужно как-то свои мышцы развивать, что не нужно либо сразу бежать, либо сразу ходить, надо к кому-то обратиться. К кому лучше прийти? К какому врачу? Кто может подсказать правильное действие? В принципе, есть такое понятие, как врач лечебной физкультуры. Но они всегда знают, на таком уровне это что-то такое. Будете заниматься лечебной физкультурой? Ну, некогда. Нужно понимать, какие проблемы уже есть у человека. Если есть проблемы боли в спине, если есть проблемы с давлением, если есть проблемы с лишним весом, если есть проблемы с сердечным недостаточным с отдышкой, то есть нужно понимать, какие упражнения можно делать и в каком объеме. То есть если у человека больная спина, там остеохондроз, грыжа, диск, и все, начнет поднимать штангу, все остальное, ничем хорошим это однозначно не закончится. Хотя в то же время есть специальные упражнения, которые формируют и крепляют мышечный корсет спины, которые помогают при болезнях позвоночника. При хорошем мышечном корсете спины боли в позвоночнике значительно уходят. Да и корсет есть, который носят? Нет, мышечный корсет. А, мышечный. Но есть ими в виду для спины и корсет? Нет, есть этот корсет. Он нужен для того, чтобы снимать острые боли. При постоянном ношении он тоже вызывает атрофию мышц. Это система баланса, которой нужно соблюдать. Баланс упражнений, баланс какой-то терапии. И что, лечебный врач по лечебной физкультуре может подсказать правильное направление? Потому что, понимаете, я к чему ростоведу? Люди приходят в фитнес, или компания платит деньги за своих сотрудников, и они приходят к тренеру так называемому, еще ему платят деньги. Ну, тренер-то не совсем в курсе-то чего-то. Вот начинают нагрузки. В хороших фитнес-центрах, Это в хороших. В хороших. Они, как минимум, требуют справку о состоянии здоровья. А если не требуют, надо задуматься, стоит ли в этот центр ходить. Или самому задуматься, как заниматься. Потому что фитнес-тренеры, которые редко имеют специальное образование, они, в принципе, тоже должны обладать обладать образованием специфическим. Они должны быть реабилитологами. Чтобы понимать, что людям, которые имеют определенное заболевание, что можно делать, что нельзя делать, что может нанести вред, а что может помочь. Но это такая серьезная работа. Нет, это серьезная работа, и нужно заниматься, но это вопрос профессионализма. Это вопрос профессионализма. Но в первую очередь человек сам отвечает за свое здоровье. Мы говорим сегодня о травматологии. Скажите, пожалуйста, вот сегодня какие основные травматологические проблемы существуют? Чего у нас люди ломают? Если мы не берем даже сейчас Новый год, о котором поговорили, о праздниках, просто, ну, может, какая-то интересная, странная статистика существует? Руки, ноги? Нет, ну, в зависимости от времени года, конечно, переломы лодыжек, переломы луча, и все это более типично для гололеда и зимнего времени. Идет эпидемия переломов именно верхнего отдела бедра. То есть это переломы чрезвертельные, переломы шейки бедра, те тяжелые переломы, которые могут приводить к тяжелым последствиям, и вплоть до печального исхода, потому что обычно люди это ломают в возрасте за 70, за 80 лет. Это приводит к ухудшению состояния и требует достаточно сложного и тщательного лечения, потому что нужно человека подготовить к операции, убрать его дестабилизацию общего соматического состояния, там, скоррегировать и кровь, и давление, и деятельность сердца, подготовить к операции, провести иногда достаточно большие операции, вплоть до протезирования цивилизационного сустава. Ну, мы вернемся к нашему разговору. Сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». До встречи. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас сегодня в гостях Владимир Клименко, заведующий травматологическим отделением стационарного отделения номер 2 Ливерецкой областной больницы. Врач-травматолог, ортопед в высшей категории. Говорим с ним, естественно, о проблемах травматизма. Кстати, а как вы травматологом? Я сейчас поясню, почему меня это интересует. Потому что, во-первых, люди, которые хотят стать врачами, их вроде бы много. Но люди, которые хотят стать хирургами, хотят, ну, наверное, их чуть меньше. Все-таки это какая-то такая история. Вот что по мне, так для меня эти врачи вообще какие-то сверхъестественные люди. Вы как пришли в травматологию? Ну, в медицину я пришел, потому что как-то интересовался этим еще со школы. В школе у нас был так называемый ПК, учебно-производственный комбинат. То есть я пошел на медсестринское дело. Это в Москве было. И потом, думая о том, что я бы хотел работать врачом, была возможность уже с 15-16 лет устраиваться работать, я устроился в 15-й больнице, стал там работать после школы с санитаром в оперблоке. И вот этот весь страх и ужас вы видели? Ну, сначала это было в основном мытье длинных полов. Ага, ну как положено, да. Да. Но потом наступило лето, стало больше времени, стал уже оставаться работать в день и тогда, когда шли операции. И так как оперблок был очень большой, работы было много, даже в 10-м классе, я первый раз уже стоял на операции, завязывал нитки, помогал хирургам. То есть это была ваша первая... На живом-то человеке? Да. То есть там... А какие вот ощущения, вот эта первая операция? Они как-то... Очень старался. Нет, просто помогал, ассистировал. Да, но все равно же участвовал. То есть просто проблема была, не хватало рук хирургов, приходилось помогать. Не страшно было? Нет, скорее чувство ответственности. А вот вообще у вас, как у врача, и это будет сейчас еще ряд вопросов на эту тему, вот эти кости человеческие, любой человек вроде как должен по этому поводу сочувствовать, с другой стороны, вы должны их лечить. Вы жесткий в этом плане человек? Как тут, какое слово приведет? Он должен быть жестким травматолог, или он должен быть... Он должен быть профессиональным. Это хорошее такое слово, но тем не менее. Нет, он должен в отношении к человеку быть профессиональным. То есть мы делаем для того, чтобы помочь. Да. Мы реконструируем, мы собираем. В травме самое важное, то, что сделано с самого начала. Есть даже... Как оно срастется? Нет, даже есть понятие золотого часа, особенно при тяжелых травмах. Если все сделано правильно, быстро и в полном объеме, это помогает спасать жизнь и предотвратить то, что человек станет инвалидом. А как со своим телом нужно договариваться? Вот мы уже выяснили про лечебную физкультуру. Вот вы говорите на своем опыте. Но если, например, все-таки что-то произошло, подвернул ногу, ударился где-то, ведь мы знаем, что люди не идут к врачу. Вот оно что-то там зудит где-то, ну, вроде как прошло. Нет. В первую помощь, в первую очередь, нужно понимать, что такое самопомощь. То есть экстренная помощь. То есть все должны более-менее знать... Нас всех учили в школе, в школе, на уроках ОБЖ. Что мы должны сделать? То есть если у нас появилась рана, мы должны остановить кровотечение, наложить повязку. Это все знают. И если мы что-то ушибли, нужно понимать, что нужно в первую очередь положить холод. Для чего это нужно? Это сразу снимает внутреннее кровотечение, где есть в месте травмы. Снимает боль и снимает отек. Если мы что-то подвернули, у нас боль в ноге, тем более, не дай бог, сустав деформирован, в любом случае нужно заиммобилизировать, наложить какую-нибудь простейшую шину. Хотя бы на ноге, на лодыжке из толстого журнала запинтовать. И сразу ехать в больницу. Почему? Потому что в любом месте травмы организм пытается нас лечить как? То есть образуется отек, чтобы это место стало неподвижным. И то, что можно сделать, срепанировать перелом в ближайшие часы, то вряд ли уже получится сделать через сутки. То есть вот этот вот золотой период. Такой еще вопрос, ну, не знаю, печальный может быть для каких-то из наших телезрителей. Бывают людей такие травмы, например, то, что касается спины, иногда это автомобильные аварии. Почему до сих пор мы, когда происходит у нас, ну, когда человек обездвиживается, почему мы не можем ничего в этом случае сделать? То есть наш... Мы не умеем восстанавливать нервные клетки. То есть нарушается... Позвоночник, да? Когда мы понимаем, что все, человек не встанет более. Ну, за редким исключением. За редким исключением, опять же, важно при травмах, особенно позвоночнику, все еще очень важно время. Потому что полное повреждение позвоночника бывает достаточно редко. Бывает сдавление позвоночника. И тут то же самое, как с инфарктом. Все зависит от времени. То есть могут быть еще положительные варианты. Положительные варианты. То есть быстрая специализированная помощь. Причем по федеральным программам трассы, по всему, то есть тяжелые случаи, тяжелые травмы, вплоть до того, что вертолетами забираются из больницы. То есть большие федеральные центры... То есть это не сказки? Это не сказки. Это у нас не единичный случай, когда тяжелые сочетанные травмы после автодорожек. То есть мы оказываем первую помощь, поддерживаем жизненные функции. Их потом забирают в федеральный центр уже на высокоспециализированную помощь. Еще такой вопрос. Правильно ли, что вот когда рука там ноет на смену погоды, или когда коленка вдруг через 20-30 лет после падения, а ты уже и не помнишь, вдруг что-то происходит, все-таки эти проблемы, они остаются, они не проходят бесследно? Ну, трудно сказать, связано было это непосредственно с травмой. Может быть, это связано просто с нарушением обмена, накоплениями каких-то веществ в коленном суставе. Сейчас часто очень встречается такое заболевание аристократическое, как подагра. Да, красиво звучит. Звучит подагра. Повышенный уровень мочевой кислоты. Потому что опять связано с неправильным нашим питанием. Очень много белковой пищи, малоподвижный образ жизни. Это не перерабатывается нормально. И то же самое, что как у людей в некотором определенном возрасте перестают переносить молоко, пропадает фермент, который переводит определенную часть белка, ну, выводит ее из организма. И вот эти продукты распада начинают накапливаться, соли мочевой кислоты начинают накапливаться, давать боль. Хорошо. Ну, а я имею в виду, что когда хорошо сделана операция, все восстановилось. Иногда даже не помнишь, на какой руке что происходило. И вдруг через какой-то этап начинает... То есть рука как бы влияет, ну, говорят, на погоду. Это невозможно. Бесследно ничего же не может проходить. Ничто на земле не проходит. Мы, травматологи, стараемся людей восстановить так, как сделали папа с мамой, или Господь Бог. Да. Но не бывает же чудес. Но гарантии вы не можете дать. Нет, не бывает чудес. То есть все зависит от нас, от пациента и его врожденных, что заложено. Потому что мы стараемся максимально восстановить анатомию и функциональность. Пациент должен потом хорошо пройти реабилитацию и восстановиться. И что генетически просто заложено, какая степень регенерации. Мы всегда говорим в ортопедии, в травматологии, должен быть функциональный результат. После травмы нужна там не картинка красивая, а чтобы функция восстановилась. Ну и в финале нашего разговора вопрос не могу задать его врачу-травматологу. Помните ли вы ощущение, когда вы первый раз сами делали операцию над живым, что называется, человеком? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы волновались, не волновались? Второй вопрос. Был ли какой-то такой забавный случай, если можно тут слово забавный применить, в травматологии? Мы же любим эти всякие медицинские истории. Наверное, когда первый раз делали операцию, вспомнить уже тяжело, потому что начиналось, сначала всегда много ассистенций идёт. То есть врач становится врачом очень длинным путём. То есть время обучения до того, как врач станет самостоятельно работать, это минимум 7 лет. Минимум 7 лет. И потом, когда ты начинаешь работать, слава богу, что ты работаешь не один. Ты всегда работаешь в коллективе. Поэтому большое спасибо учителям, которые нас учили. Ты много стоишь на ассистенциях, много стоишь просто, смотришь операции. И ты уже привыкаешь к этому. Да, потом возникает момент, когда ты остаёшься в определённом степени один. Принимать решение приходится. Да, то есть принимать решение. То есть ассистировать одно, но когда ты оперируешь сам, потеешь намного больше. Какой-то был интересный случай у вас такой, любопытный из вашей практики? Или нет? Ну, травма в случае, наверное, неинтересна. Скорее я расскажу, как я, когда пошёл работать в больницу, первый раз увидел ортопедическую операцию наложения аппарата Элизарова. И видел, как проводят спицы, ещё это было давно достаточно, бытовой электрической дрелью. Мне это было так не... Это что, прям в кость, что ли? Ну, через голень, через кожу, через кость просверливали ногу. Мне это стало так неприятно, и решил, что... Никогда. Никогда. Ну, если хочешь насмешить Господа, расскажи о своих планах. Вот. Ну, сейчас многие подумают, так он, наверное, не любит, а на самом деле полюбили их, что-то произошло. И вам это доставляет удовольствие, потому что вы рассказываете об этом с любовью. Самое главное удовольствие доставляет, что ты созидаешь. То есть ты берёшь, ну, грубо говоря, человека сломанного, и потом, на самом деле, это большое удовольствие видеть, как он пришёл на своих ногах, радостно, и всё хорошо. Мы всегда очень болеем. Вот. Мы очень болеем за людей, потому что у нас очень долгий период восстановления. То есть сломаться – это секунды. Да. Восстанавливаться можно... Долго. Иногда, к сожалению, годами. И мы вот смотрим за своими пациентами, как они восстанавливаются. То есть как ребёнок учится ходить, так и мы так смотрим и радуемся, когда пациенты хорошо занимаются, хорошо реабилитируются, наслушаются. Мы за них радуемся. Вот такому врачу, конечно, не хочется получать травму, но если не дай бог, вот, я хотел бы попасть. Врач-травматолог, ортопед высшей категории Владимир Владимирович Клименко, заведующий травматологическим отделением стационарного отделения номер 2 Люберецкой областной больницы. Ещё раз хочу пожелать вам, как ни странно, поменьше клиентов и всем нашим телезрителям, себе в том числе я хочу пожелать, чтобы эти новогодние праздники прошли у вас без травм, не только физических, но и личных, романтических. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова